Всегда на связи. Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования город Биробиджан признана лучшей в еврейской автономии по итогам работы в минувшем году. И днём, и ночью, 24 часа в сутки, в специально оборудованном помещении, выделенном мэрией города, несут вахту помощи горожанам сотрудники ЕДДС. Основной задачей, мы считаем, является приём обращений от граждан нашего города, от населения, от гостей, в случае нарушения условий жизнеобеспечения. То есть любые аварии, ситуации, которые, то есть отключение воды, света, газа, тепла. Вал обращений обрушился на ЕДДС прошлогодним летом, когда город стал буквально тонуть из-за ливней. Объявленный тогда режим чрезвычайной ситуации действует до сих пор. А вот из-за иной коммунальной аварии не всегда нужно обращаться в ЕДДС. Перед тем, как звонить сюда, очень хочется, чтобы жители предварительно звонили в управляющие компании, которые обслуживают жилой фонд подведомственный, потому что они производители работы устранения этих аварий. Если управляющая компания не реагирует или длительное время не устраняет данную проблему, то тогда обязательно надо позвонить нам. С появлением в прошлом году ЕДДС службы спасения 112 задачи, стоящие перед ЕДДС, расширились, а работы добавилось. Любой житель, позвонивший по данному номеру, с любого средства, с мобильного, в том числе, попадает в центр обработки вызовов. И центр обработки вызовов, если человек находится на территории городского округа, пересылает нам эту информацию в виде карточки, и мы уже контролируем, как реагируют наши специальные службы. Чтобы успешно справляться с возложенными на ЕДДС задачами, нужна не только специальная подготовка. Отбор в диспетчерскую службу строгий, отметил Игорь Николаевский. Есть конкретные требования, не только по возрасту, по здоровью, но и профессиональные качества данных людей. Мы в основном подбираем сюда офицеров, которые отслужили установленные сроки службы, которые способны в короткое время правильно принять решение. Победа в областном конкурсе для дружного коллектива ЕДДС уже вторая подряд, но службу свое чрезвычайное подразделение муниципалитета несет, конечно, не ради званий. Мы, в принципе, никогда не стремились стать лучшими, мы просто стараемся добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы жители города чувствовали себя комфортно, проживая по местам своим, в многокартинных домах или где угодно. Поэтому мы будем стараться и впредь выполнять все задачи, как положено.